Современная женщина, идущая по городу, это отдельная, близкая, сладкая тема для разговора. Сказочная, как выставка мод, будражащая, пахнущая издали в брючках, закатанных под коленки, открывая миру сапожки, а уже в них чулочки, и только в них ножки. А на торсике, само собой ввязанный, как в тюльце ветерок, с не спадающим, открывающим, отрывающим отдела воротничком, а уже в воротничке шейка, служащая для подъема и опускания груди, с цепочкой и украшенной головкой, со скользающей челкой, на строгие-строгие, неприступные, закрытые для отдыха, глаза с загнутыми вверх, прохладными ресницами, вызывающими щекотку, в определенные моменты, до которых еще нужно добраться. А для этого, для этого нужно говорить и говорить, говорить и говорить, и говорить, и говорить, и быть мужественным и хорошо пахнуть, не забывая подливать ликер в рюмки и попыхивая сигареткой с калифорнийским дымком, с зажженной зажигалкой роллсы, срабатывающей в шторм, и лежащей тут же, рядом со взбитыми сливками, присыпанными шоколадом, в 30 сантиметрах от гвоздик в крустальной вазе, прикрывающей подбородок, но открывающей губки, на которых тает мармелад. Ну, вот и оркестр, вот и ритм, вот и датчане вышли в круг. Но нет, не то. Пусть датчане прыгают, а мы с вами медленно, неподвиженно, почти на месте. Ваша стройность перестала быть визуальной, она уже тут. Разность полов так очевидна, Очевидно, так ощутимо. Мы так по-разному одеты, и представители столь разных стаек. Из наших особей уже ушел ум, и пропал интеллект. Мы ушли в ритм. Его музыка, твое дыхание, и там внизу движение, в такт контрабаса. И допивает квартет, и догорает сигаретка. Но сливки с шоколадом еще не кончились, и мы будем есть их потом, позже, медленно. Добавляем. Продолжение следует... Продолжение следует...